За водителями, севшими за руль под шофе, ведется тщательный контроль. Инспекторы проводят рейды по выявлению автонарушителей несколько раз в месяц. И каждый раз находят и наказывают тех, кто подвергает себя и других участников дорожного движения опасности. Напомним, что за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. Если же автовладелец нарушает закон еще один или несколько раз, то ему грозит уголовная ответственность. Зачастую наказание, вынесенное судом, не является достаточным, чтобы осужденный в полной мере осознал свою вину. Тогда в дело вступает прокуратура. Если человеку было назначено наказанием, допустим, несвязанным с лишением свободы, мы данный приговор также обжалуем. Это очень актуально сейчас проходит по статьям 264.1, то есть, которая предусматривает, наказывает человека за управление транспортным средством, состояние алкогольного опьянения, которое ранее было подвижено уже на протестированном наказании на данном промышлении, или имеющий судимость по статьям 264.1 или по статье 264. Так прокуратуре Ульяновской области удалось добиться ужесточения наказания в отношении трех лиц, которые неоднократно садились за роль в нетрезвом виде. После отмены первого судебного решения, не связанного с лишением свободы, в результате повторного рассмотрения дел правонарушителям было назначено новое наказание с реальным лишением свободы. Мы уже обращаемся уже с конституционными представлениями, которые вступили в законную силу, именно по тем делам, когда уже люди не делают для себя должных выводов. То есть, они продолжают совершать преступления, мы уже осознаем, что если человек не сделал для себя должных выводов, то нужно и строже ему назначать непосредственно по данному поводу наказание. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.